Всем привет, с вами современный брони. Не думал, что так окажется, но все же это один из последних обзоров по пятому поколению. Будет, может, еще парочку, на то и три, но факт остается фактом. Новое поколение сдулось. Удивило ли это меня? Отчасти. Я уже видел звоночки в прошлом году, когда узналось, что шестая глава будет последней. А увереннее стал, когда я видел, чем закончилась глава, а именно спешилом, который идет в никуда. А удивился я тому, что даже Тейл решили на корню отрубить. Даже после громких обещаний на продолжение чуть ли не до 26-го года. То есть в августе должен был выйти спешил, но он не вышел. И как оказывается, все, что мы сейчас досматриваем, это все мартовское. И больше серии с марта не делали, так как аниматоры, которые этим занимались, уже раскидали свое резюме с примерами из серии Тейл-Отейлов, которые даже еще не вышли. То есть уже чуть ли не полгода никакого контента по пятому поколению тупо не делается. Вообще сейчас по пони ничего не делается. На базовом уровне. То есть если даже завтра чудом начнут делать шестое поколение, мы его увидим только через год минимум, если это сериал, и через два, если это фильм. Но, сами понимаете, Хасбро даже в следующем году ничего не планирует делать. Наши пони выброшены на обочину с туманным будущим. Тут есть над чем подумать, ребята. Ну а так, заранее скажу, что сегодня нашли даже новых сценаристов для одной серии. А именно, Амелу Фергусон. Эта информация нам еще понадобится. А пока что, эх, давайте уже потихоньку заканчивать с этим поколением. Скажу ли я тут что-то новое? Да нет. Тут в общем происходит все тот же сон больной собаки. А точнее демонстрирование всеобщего счастья. Пони тут радуются, поют, танцуют, проходят квесты в очередной раз. В детей превращаются. Эх, а помните, раньше таким злоупотребляли только один раз. И то в шорте, и то на последние несколько секунд серии. А теперь это вроде как хайп темы для карапузов. Жесть, я обозреваю мультик, который даже для Бравл Старсеров слишком детский. Ну ладно, вернемся к перечислению. Чего наши герои там пережили. Но первые две серии были посвящены Хитчу и Спарке. Но тут, уже знаете, больше Хитч бесил меня, чем Спарке. Так как Дракончик вел себя как ребенок, это нормально. Но вот Хитч, когда ведет себя ребенок, это прям меня немного возмутило. Когда-то он был ответственным шерифом и даже ипотеку выплачивал. Короче, конфликт был связан с порталами и боязнь, что Спарке пропадет. В итоге Хитч пожалел об этом и они прошли квест. А вы спросите, какой квест? Ну что, ребят, я честно скажу, я даже не уверен, что они в Эквестере тогда были. И уж тем более, я не знаю, как они вообще туда попали. Но факт есть факт. Дальше опять же серия про карапузов и для карапузов. Где Спарке проваливается в портал с детьми из-за толпы зверей и пофиг, что они вообще на пирсе были. Ну, в общем, там какой-то отдельный мир с детьми, где наши герои в соответствующем публике проходили гонку. В конце остался Хитч и Спарке и да, они победили и получили за это золотую соску. Такие нынче награды в МЛП. По сути, в серии даже конфликта не было. Ну и дальше топовая вечеринка с Поузи. Эх, когда-то и этот персонаж был хорош, так как весь ее скепсис убили за одну песенку. Ну и куда же в конце бей супер гармонии, которая всем наколдовала шоколада, одежда и вообще все в воздухе подняло и всем было круто. Ну дальше идут серии вроде как с чем-то. И вот как раз предпоследнюю серию написала новичок. И там в какой-то веке вспомнили Комета и в серии больше ничем таким не примечательно. Ну в плане, мы уже радуемся, что нам показывать персонажа на уровне прописки, да нету такого уровня прописки. Даже в четвертом поколении, сука, даже папа Махухилд имел более интересный характер, чем Комет, который и являлся основной фишкой серии. Ну ладно, тут был какой-то конфликт, где виноваты оба, в итоге они вместе начали работать, по совету Изи. Ну ладно, Комет возможно еще будет помогать Сане в готовке, но я уверен, мы тупо его больше никогда не увидим. Ну и последняя серия, наверное, самая важная. Как оказывается, Алура не исчезла, да, она вот сидит в пещере и дуется. И даже когда в ее лапы попадает та самая, из-за которой ее жизнь кончена, она сто раз прогоняет ее, но не знаю, не кушает как хищник. В конце она решает ее спрятать в ледяном шарике, но ее тут же освободили и на этом все. Вроде бы как наши персонажи теперь знают, что Алура живет где-то неподалеку. Ну как бы и на этом все, ее арка в сериале, наверное, закончена, но может быть предыстория. Видел по поводу этому сприншоты и точно тогда на этом все. Что я могу сказать? Четыре абсолютно ненужные серии и последняя серия, которая славится тем, что злодей не пропал. Он тут. Вот что я могу тут подметить за 25 минут контента. Что ж, грустно это все. Подведем итоги позже, а пока давайте лучше перейдем к придиркам. Это типа зеркало наоборот? Почему она считается Ани Найтмерму? И вообще, где это Ани? Эти зеркала даже знают, какие приспособления они будут использовать в старости. А при чем тут это? Эй, это же щиты. Даже не могу предположить, как они так бегают. Почему вдруг нет? Почти невозможно поверить. Это канализация МРТ МВ, а как она вообще тут оказалась? Ну да, пора бы хорошенько выспаться. Отлично, теперь у них ментальная связь. Цветы растущие сквозь бетон, я все еще удивляюсь этому. Куда они по итогу вышли и что выиграли? Неважно, серия уже кончилась. Понимаю, летний вайп, но почему даже у животных солнцезащитные очки? Что это за место? Почему звери туда забежали? Вообще, неважно. Почему они рыдают? Или у них и мозги на обекрень? Это же Руфус, он же вообще зэком был. Итак, крошка скачки вот-вот начнутся. Подходите в развалочку, чтобы соревноваться за очаровательный приз. Челу заняться нечем. Зачем она вообще сюда приперлась? Да, туда этих нонейм детей. Они не достойны экранного времени. Туда эту пип. Кстати, я только сейчас вспомнил о ведущему норм, что там две принцессы фигнёй маются. Хотя бы представил их. Какое трогательное воссоединение малыша дракона и папы дракона. А это норм, что папа как сынок по возрасту. В этом точно нет ничего незаконного. Сломала себе хребтину. Вы выиграли приз крошечных скачек. Золотую соску. Если ваш единственный шериф в городе бы кичился выигранной золотой соской у малышей, вы бы доверили ему свою жизнь. Как они смотрят именно туда? Кто-нибудь поранится? От подушек? Так и придёт по Узи с переломами Кастапрау, сказав, что сломали ей новую подушкой. Я, наверное, просто пойду прямиком в свою комнату. У тебя есть здесь своя комната? Я два дня не спала. В таком весёлом мире можно спать 24 часа. Или они как те самые обезьянки из советского мультика, где они должны бегать, прыгать, иначе они взорвутся. Ого, кстати, у Пип же там что-то типа салона красоты был, помните? Вот и решили проблему. А куда делся твой старый халат? Ну ладно, полетели в космос. Как говорится, почему укрот в говне? Ваши следующие смузи? Бесплатные. Они и так бесплатные, Саня, вы делаете фрукты из ничего. Почему ты не работаешь? Во-первых, очисти фрукты от кожуры. Во-вторых, ты туда запихала чуть ли не пару килограмм этих фруктов. Как он туда почти что всё засунул? Кто знал, что от веселья так хочется пить? Проблемы современных пони. Чел, тебе сказали капельку, а не весь лимон. Ты сможешь присмотреть это за всем, пока я сбегаю на рынок? Рынок? У вас есть рынок? У вас есть деньги? Саня, просто топни и вырасти себе запасы. Ого, это лучший смузи из всех, что я пил за всю жизнь. Саня больше не нужна. Действительно, кто бы мог это быть? Наверное, стоит спросить. Как обычно, гармонию выручает. Но ты всё равно будешь брать как обычно. Меня удивляет, что они только сейчас это заметили. Знаешь, Твич, в этой пещере одна вещь, из-за которой она мне нравится. Тут нет пони. И ты собираешься всю жизнь проспать тут? Единственная вещь, которая могла спасти меня от этих земель. Аллура, просто напомню, что ты сама сюда припёрлась. Если вам уже сложно придумать сюжет на 5 минут, то со злодеем можете просто повторять один аспект несколько раз. Аллура могла бы уже на третий раз кушать Изи, но она всё ещё терпит. Ты должна держаться подальше от этой пещеры Изи. Аллура очень опасна. Нет, Саня, она уже сотый раз выгоняет её. Эта ледышка должна была пробить Ири Изи тоже. Кстати, да. Саня Ликорн всё это время отсиживалась в парке развлечений и делала всем смузи. Хочется ли мне что-то добавить? Да, честно, добавлять уже нечего. Да и итоги я какие-то подводил в позапрошлой рубрике. Мол, тут абсолютно мусорные серии, разве что кроме той с Аллурой, где единственная ценная информация это то, что теперь наши герои знают, где она живёт. Получил ли я от Тейлов удовольствие? Ну, как вам сказать, вроде и смешно смотреть на то, как это всё нелепо. Но и одновременно грустно, что это единственное, что у нас осталось. Да, уже и не осталось даже. В общем, тотальная депрессия, ребята. Ну, а так, вышли какие-то сливы, что да, через полтора года выйдет какой-то сериал с кроссовером G4 и G5, и похоже, что информация непростая, так как все, кто постил, её всё удалили. Хотя, помню, на табуне были ребята, что думали, что это фейк. Но сделать это обычному обывателю несложно. И я тут согласен. Даже те 6 минут, что нам дали, делается весьма легко. Как кто-то заметил, делалось тут много чайзаишку. И поэтому мы можем остаться в огромных дураках, ибо технологии могут нас обмануть уже настолько. Питаю ли я какие-то надежды на это? Думаю, что нет. Даже если там будет персонаж из 4-го поколения, это, скорее всего, будет шоу для супер-карапузов. Ибо такое понятие, как мир там, отсутствует. А лор перевернут так, что даже G5 в каком-то смысле курит в сторонке. Просто напомню, что в 5-м поколении ещё можно было с горем пополам самим придумать, как всё из прошлого поколения перешло в это. Тут же, ну, метки не появляются у жеребят. У наших героев нет той истории, и вообще они живут в одно время с пони спятого поколения. Единственное, что там может, наверное, зацепить, это персонажи. Но опять же, смотрите, там можно будет только в сосках-зубах. Ну ладно, ребята, на этом у нас всё. Очень показательное видео, что демонстрирует то, во что превратилась франжиза My Little Pony. Ну, то есть, она тупо сдохла. И первые признаки этого события мы будем обозревать уже совсем скоро. Почему так вышло, и почему из-за трусости сценаристов и режиссёров, и, возможно, самих Hasbro, мы имеем то, что уже ничего не имеем. Всем пока, и до пятницы.